Я в первую очередь хотел бы поблагодарить от всего сердца и Владимира Федоровича, и организаторов мамологической секции этого конгресса, за то, что они предоставили возможность там радиологам сегодня появиться на трибуне с одной стороны, и с другой стороны сейчас поговорить о тех вопросах, которые с одной стороны связаны с биопсией сигнальных лимфоузлов, но в большей степени мы не будем говорить о хирургических манипуляциях. В основном я остановлюсь, насколько это будет возможно, тщательно и основательно на вопросах использования идеологии биопсии сигнальных лимфоузлов для определения тактики локорегионального лечения больных раком молочной железы. Но вообще, если говорить о возможностях функциональных методов и методов ядерной медицины, то они гораздо шире, чем то, о чем я сегодня буду говорить. С одной стороны, это и диагностика метастатического поражения скелета печени и легких, я говорю печени и легких, потому что мы активно используем АФКТ исследования с контрастом, когда мы практически все вопросы, на все вопросы даем ответы за одно исследование. Это и диагностика мультифокального, мультицентричного процесса, что очень интересно, очень важно, и здесь функциональные методы дают уникальную информацию, но об этом сегодня тоже ни слова я говорить не буду, так же, как и диагностики поражения региональных лимфоузлов, хотя это очень важная и очень интересная тематика. В основном будет два вопроса сегодня обсуждаться. Определение пути лимфооттока от опухоли и как это может повлиять на тактику лечения. Сегодня была очень интересная дискуссия, я хотел поблагодарить за прекрасный доклад в отношении, посвященный биопсии порастернальных лимфоузлов. В основном мы как раз и поговорим о том, насколько, каким образом можно использовать данные с антиграфии сигнальных лимфоузлов, визуализации сигнальных лимфоузлов, а лучше сказать визуализации пути лимфооттока от опухоли для определения тактики лучевой терапии на область порастернальных лимфоузлов. И, наконец, несколько, это то, о чем мы думаем, то, чем мы сейчас занимаемся на самой ранней стадии установления топографии сигнальных лимфоузлов для планирования лучевой терапии, потому что, ну, об этом чуть позже, наверное, потому что тут есть некоторые идеи очень интересные и очень перспективные, трудно сказать, найдут они свое место в жизни или нет, но, как сами идеи, они представляются очень любопытными. Если говорить об облучении порастернальных лимфоузлов, то действительно здесь очень много противоречий, и существующие рандомизированные исследования, крупные метаанализы, которые есть, они все указывают на, практически все, так скажем, на наличие достоверных преимуществ с точки зрения выживаемости у больных, которым облучались порастернальные лимфоузлы, но это, как правило, пациенты конкретных определенных групп, в большинстве случаев пациенты с пораженными подмышечными лимфоузлами или пациенты, у которых опухоли находятся в центральных и медиальных квадрантах. Но, с другой стороны, этот выигрыш, он очень небольшой, он обычно от полутора до трех процентов. С одной стороны, это тоже важно, это тоже существенно, но это не дает возможности авторам однозначно рекомендовать облучение порастернальных лимфоузлов даже у каких-то конкретных категорий больных. Что мы сделали в своей практике? Мы посмотрели данные литературы, базировали все на анализе, на метаанализе очень интересном французов, которые опубликовали это в красном журнале, но и здесь мы сюда присовокупили данные ПОСМА, которые были опубликованы чуть позже, и наш собственный опыт, который тоже, в общем, дает нам возможность какие-то суждения выносить. В целом получилось примерно 4 тысячи больных, чуть больше 4 тысяч больных, у которых мы смогли, с одной стороны, оценить в такой большой группе, как часто все-таки определяется лимфоток в порастернальные лимфоузлы при различных локализациях опухолевого процесса. Если вы обратите внимание, ну, медиальная центральная локализация, она не удивляет. А вот латеральная локализация, практически у каждой шестой женщины с латеральной локализацией опухолевого процесса может быть отток в порастернальную область. И, в принципе, это тоже потенциально больные, которые могут иметь там поражение. С другой стороны, мы проанализировали в группе, которая тоже была чуть-чуть больше 4 тысяч больных, нашего материала, к сожалению, там не было, поскольку мы в порастернальной области сигнальные лимфоузлы не удаляем. Мы посмотрели, как часто бывают поражены вот визуализированные в порастернальной области сигнальные лимфоузлы у больных различных категорий. Но, на самом деле, даже одной категории у пациентов с пораженными подмышечными лимфоузлами и без таковых. И вы видите, что если у нас есть поражение подмышечных лимфоузлов, и мы визуализируем сигнальные лимфоузлы в порастернальной области, то почти в половине случаев есть риск того, что там будут выявлены опухолевые изменения. И надо сказать, что даже если нет поражения подмышечных лимфоузлов, чуть меньше 10%, чуть меньше 10% женщин с визуализированными сигнальными лимфоузлами в порастернальной области имеют их поражение. После этого мы просто задались целью посмотреть и посчитать, проанализировать данные рандомизированных исследований имеющихся. Вообще, как много больных по нашим расчетам, основанным на этих цифрах, как много больных имело поражение парастернальных лимфоузлов, и можно ли было как-то улучшить результаты этих рандомизированных исследований, если бы мы использовали визуализацию лимфооттока для принятия тех или иных терапевтических решений. Ну вот это вот основные исследования, которые мы анализировали. Все они очень интересные, все они очень большие. В среднем было порядка полутора-двух тысяч больных в каждом исследовании, в датском даже, видите, чуть больше. И, как показали наши расчеты, в целом где-то от 6 до 8% больных, которые были включены в группу, ну, если так можно в кавычках говорить, высокого риска, то есть тех больных, у кого предполагалось более высокий риск поражения парастернальных лимфоузлов. Так вот, те больные, которые отбирались для лучевой терапии на область парастернальных лимфоузлов, риск поражения реального парастернальных лимфоузлов у них колебался от 4 до 8 до 10%. Дальше мы посмотрели показатели выживаемости, насколько улучшалась общая выживаемость, и примерно смогли для себя решить, что приблизительно облучение от 2 до 4 пациентов с пораженными парастернальными лимфоузлами позволяет предотвратить одну гибель от рака молочной железы, что, в принципе, конечно, является чрезвычайно важным и интересным фактом, тем более, что вопрос о том, насколько влияет вообще облучение парастернальных лимфоузлов на выживаемость, сегодня уже обсуждался. Наконец, еще одним очень существенным моментом являлось то, что по результатам нашего анализа получается, что примерно от 70 до 75% женщин, которые были включены в эти рандомизированные исследования, вероятнее всего при определении пути лимфоотока не имели бы лимфоотока в парастернальную область, и, в принципе, их облучение было, так скажем, излишним. В конечном счете, когда мы посмотрели, какой же вклад мог бы быть от облучения парастернальных лимфоузлов, если бы облучались те женщины, у которых имеется лимфооток в парастернальную область, и расчеты нас, ну, так, немножко удивили, потому что по этим расчетам получается, что порядка 7-10%, то есть увеличение выживаемости могло бы достигнуть 7-10%, но в целом это чрезвычайно высокие цифры, потому что, если я правильно помню, если я не ошибаюсь, присоединение неодювантной химиотерапии, она увеличивает выживаемость примерно на 4-6-8%. Дальше, когда мы начали анализировать литературу, сегодня эти исследования уже упоминались, я их очень быстро только пролистаю, если так можно сказать, но это основных три исследования, это исследование европейское, исследование Z11, очень знаменитое, которое, к сожалению, до конца не было доведено, ну, недобраны были пациенты, выполнены в Соединенных Штатах Америки, и очень известное исследование о мороз, нам оно еще более интересно, потому что оно в значительной степени решало вопросы лучевой терапии в том числе. Ну и кроме всего, хотелось бы показать вот эти данные, которые были получены миланской группой, это тоже рандомизированное исследование, основная идея заключается в том, что у больных с поражением сигнальных лимфоузлов, если поражено, ну, там, в одних из исследований брались больные с микропоражением, в аморосе там было настоящее поражение до 1-2 лимфоузлов сигнальных, так вот, если у пациента есть поражение 1-2 сигнальных лимфоузлов, то у этой группы больных проведение лучевой терапии в принципе позволяет контролировать процесс локорегионарно, точно так же, как акселярная лимфодиссекция. И что очень важно, выживаемость у этой категории больных и частота локорегионарных рецидивов, они практически не отличаются, достоверно точно не отличаются. Это все навело на мысль о том, что, может быть, вообще у какой-то категории больных можно отказаться от биопсии сигнальных лимфоузлов, а ограничиться просто адекватной локорегионарной терапией. И вот это исследование, которое сейчас в полном ходу, оно только-только набирает пациентов, INSEMA, это немецкий протокол, куда включено еще несколько австрийских центров, вы видите, здесь две рандомизации, и первая рандомизация, она как раз посвящена тому, что рандомизируются больные без клинических признаков поражения подмышечных лимфоузлов на две группы, тем, кому выполняется биопсия сигнальных лимфоузлов, и тем, кому она не выполняется, а дело ограничивается лучевой терапией после оперативного вмешательства на первичном очаге. И вторая группа, она уже рандомизирует больных с пораженными сигнальными лимфоузлами, рандомизируется в сторону акселярной лимфодисекции или неакселярной лимфодисекции. И, наконец, еще чрезвычайно тоже любопытное исследование, оно началось тоже в Италии, в Милане, называется SOUND, и здесь идеология похожая очень. У пациентов, у которых нет клинических признаков поражения подмышечных лимфоузлов, нет изменений по данным ультразвукового исследования, и у тех пациентов, у кого ультразвуковое исследование однозначно ответить на этот вопрос не может, там какие-то подозрительные есть лимфоузлы, выполняется аспирационная биопсия. У этих больных они тоже рандомизируются на две группы, на тех, кому выполняется сигнальная биопсия сигнальных лимфоузлов, и тем, кому эта биопсия не выполняется. Все эти вещи навели нас на целый ряд размышлений. Первое касалось вообще вопросов диагностики поражения акселярных лимфоузлов инструментальной. Дело в том, что вот то, что я сейчас показывал исследование SOUND, ультразвуковая диагностика поражения подмышечных лимфоузлов, это метод очень доступный, хороший, недорогой, но частота ложно-отрицательных заключений, даже при использовании аспирационной биопсии для верификации, она составляет 20-25%. И, конечно, такая точность, она для принятия терапевтических решений, ну, наверное, не очень высока. Мы посмотрели, можно ли каким-то образом решить это с помощью методов радионуклидной диагностики, то, о чем сегодня уже несколько раз поднимался вопрос. Мы смотрели информативность позитивной с антиграфией, с антиграфией с туморотропным препаратом технитрил, и дальше мы выполняли аффект КТ-исследование. Почему аффект КТ очень привлекательен в этой ситуации? Потому что там есть анатомический компонент компьютерной томографии и функциональный, и они дополняют очень органично друг друга. Поэтому информативность, как мы предполагали, она должна быть выше. Но сейчас уже у нас порядка 200 человек набрано, но вот первичный анализ был проведен после первых 57 пациентов. Мы обнаружили, что чувствительность этого метода, почти все эти больные были кандидатами для биопсии сигнальных лимфоузлов, и они ее прошли. Чувствительность метода сама по себе оказалась не очень высокой, как и предполагали мы. 75%, хотя для инструментальной диагностики в этой группе больных это высокий показатель. Но что самое удивительное для нас было, оказалось, что если бы лимфоузлы были поражены, и мы их не видели при аффект КТ-исследовании, они почти во всех случаях, за исключением одной пациентки, они находились в сигнальных лимфоузлах и не выходили за пределы области сигнальных лимфоузлов. И тогда мы предположили, что может быть у этой категории больных, действительно, когда мы делаем аффект КТ-исследовании с технитрилом, мы можем надежно исключить поражение лимфоузлов за пределами области сигнальных лимфоузлов. Тогда возникает предположение, может быть, можно эти сигнальные лимфоузлы не убирать, а просто адекватно облучить. И действительно, высказывается много сейчас предположений, такая точка зрения существует, что использование тенгенциальных полей в обычной жизни, она позволяет облучить сигнальные лимфоузлы, и поэтому обеспечивает надежный локорегионарный контроль. Это точка зрения высказывалась при анализе Z11 исследования, это непосредственно точка зрения легла в основу идеологии частично омороза исследования. Мы посмотрели вообще, что же происходит с сигнальными лимфоузлами, где они расположены, и попадают ли они вот в эти тенгенциальные поля, которые мы используем в повседневной рутинной практике. Всего было обследовано порядка 150 человек, 144 женщины, у которых мы визуализировали топографию сигнальных лимфоузлов при подготовке к биопсии сигнальных лимфоузлов. Здесь уже использовался препарат технифит, который вводился в опухоль, и мы смотрели, куда идет лимфоотток. Ну, наверное, выделялись несколько групп. Передние грудные, нижние грудные, лежащие на грудной стенке. Мы их так назвали, потому что они в литературе вообще никак не обозначаются. На самом деле, это тоже грудные лимфоузлы, но была группа лимфоузлов, которые прямо вот на грудной стенке лежат. Латеральные подмышечные и подлопаточные, которые мы не ожидали увидеть, но увидели у некоторых больных. И в целом получилась вот такая вот картина. В абсолютном большинстве случаев сигнальные лимфоузлы лежали действительно в проекции центральной и передней группы акселярных подмышечных лимфатических узлов. Это классическое расположение, которое довольно легко идентифицировать, но в 20% случаев, даже чуть больше, они имели нетипичную локализацию. И тогда мы на планирующей системе просто посмотрели, а как же они, какие группы лимфоузлов, как облучаются при использовании вот наших стандартных радиационных полей. Ну, те тангенциальные поля, которые используются в нашем институте, они, если так можно выразить, очень консервативные, там облучается только ткань молочной железы. Действительно, кроме межспекторальных лимфоузлов, вы видите их ткани молочной железы, практически никакие узлы в поле не попадают. Если мы использовали так называемые расширенные тангенциальные поля, это те поля, которые сейчас активно рекомендуются, ну, немножко в разных видах, Европейская ассоциация радиационной онкологии, то мы обнаружили, что все лимфоузлы, центральные и передние грудные, они все прекрасно облучаются, действительно, все попадают в поле, и вопрос облучения этих узлов с помощью расширенных тангенциальных полей решается очень легко и адекватно. Ну и, наконец, те пациенты, у которых сигнальные лимфоузлы были расположены близко к грудной стенке, они, к сожалению, могут быть облучены адекватно только с использованием уже новейших технологий, таких как АМРТ, но с помощью этих технологий они тоже могут легко быть облучены в процессе облучения оставшейся ткани молочной железы, что, в принципе, показывает нам, что эта задача решаемая, и мы предложили такой своеобразный алгоритм, когда кандидаты на органосберегающее лечение проходит исследование с АФКТ-исследованием с тумаротропным препаратом технетрил. Если мы не выявляем у них изменений, мы можем с высокой степенью вероятности говорить, что даже если поражены подмышечные лимфоузлы, то это только сигнальные лимфоузлы, поэтому у этих пациентов облучение тангенциальными полями, широкими или обычными тангенциальными полями может во многих случаях решить все вопросы, и, может быть, у таких пациентов можно от биопсии сигнальных лимфоузлов в будущем будет и отказаться. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Вы почти уложились. Два вопроса. Пожалуйста, два вопроса. Большое спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Каким образом Вы поняли при введении технетрила в первый межпальцевой промежуток, что Вы определили сигнальные лимфоузлы в подмышечной области? Что эти лимфоузлы именно сигнальные? Должен сразу же сказать, вот здесь оно остается, это небольшое недопонимание. Дело в том, что существует два пути введения радиофарм. Ну, их больше, но вот то, о чем мы сегодня говорили, два пути введения. При проведении так называемой позитивной мамосинтиграфии с тумаротропным препаратом технетрилом, препарат вводится внутривенно. И он распределяется, после внутривенного введения он распределяется, соответственно, в организме. И если есть опухолевые изменения, то он активно накапливается в митохондриях опухолевых клеток. Поэтому это не внутрипульцевое введение. Просто мы вводили в ногу по той простой причине, что так меньше риск получить. Предположим так. Как вы поняли, что этот узел сторожевой? Когда мы производим исследование с технетрилом, мы, безусловно, не знаем, какие узлы сторожевые, какие нет. Производится исследование с технетрилом. И мы смотрим, есть ли какие-то лимфоузлы в подмышечной области или в парастернальной области, в надподключичной области, которые накапливают тумаротропный препарат, так как это, в частности, делается при позитронной эмиссионной томографии. Если мы видим это накопление, мы высказываем предположение, что это пораженные лимфоузлы. Если мы не видим этих изменений, то мы говорим о том, что, скорее всего, макроскопически измененных лимфоузлов в этой области нет. Здесь пока что о сигнальных лимфоузлах вообще разговор не идет. Но мы обнаружили, что когда мы используем аффект КТ с технетрилом, если эти данные нормально, если мы не видим поражений при исследовании с тумаротропным препаратом технетрил, то даже если мы пропускаем какие-то пораженные лимфоузлы, в абсолютном большинстве случаев это сигнальные лимфоузлы. Спасибо большое. Так, все, вопросы закончились. Спасибо. Еще кто задает вопросы? Так, вопросов нет. Значит, приступаем к обсуждению, к дискуссии. Значит, дается 3 минуты для выступления, кто желает в дискуссии. Пожалуйста, те, кто задавали вопросы, можно выступить в дискуссии. Если нет желающих выступить в дискуссии, тогда я подведу сейчас общий итог, потому что в 13 часов начинается следующий симпози. Уважаемые коллеги, мы сегодня провели очень важное заседание, касающееся манипуляции на регионарных зонах. Ну, как бы, выяснились два направления. Одно из них касалось сберегательного отношения, то есть BFC сигнальных лимфоузлов. Другое направление казалось более, как бы, точного определения, фактического состояния всех лимфоузлов, включая и парасторнальные лимфоузлы. Дело в том, что, скажем, прежде чем ввести BFC сигнальных лимфоузлов, допустим, в нашем институте, мы провели большое исследование 10 лет назад еще, когда использовали не изотопные методы, а красители. Я получил разрешение от заместителя министра здравоохранения профессора Хабреева на ВОЗ лимфоузлина, то есть препарата, для которой позволяет точно визуально определить состояние лимфоузлов. Метод значительно проще, чем изотопный, но, к сожалению, в России нет, потом закончится это разрешение, нет разрешения на использование лимфозурина и аналогов. Хотя сейчас появляются, как будто бы, и гинекологи это используют, новые подходы визуального контроля. Как бы, вот это сберегательное направление, оно начинается где-то 20-25 лет назад. В свое время, когда Холстетт оценил состояние лимфоузлов, он считал, значит, три уровня лимфоузлов, называя их сторожевыми, как три, так сказать, барьера на пути распространения опухоли, придавая им защитное значение. Значит, на самом деле, лимфоузлы никак, как бы, не защищают от распространения опухоли, а наоборот, являются, так сказать, местом локализации. Поэтому сам перевод сторожевые, в принципе, неправильно, но Минздрав утвердил именно такой термин. Мы его переводим в сигнальные лимфоузлы, в сигналы благополучия или неблагополучия в молочной железе. Так вот, задача, как бы, и то, что отставил Фишер, он никогда не, как бы, не подвергался мнению, что состояние лимфоузлов, наличие метастазов или там множество метастазов имеет значение для прогноза. Больше того, он считал это одним из важных, как бы, признаков, когда они еще к тому пальпируются, для выбора системного лечения и лучевой терапии. Но он считал и полагал, и излагал в своих работах, что само удаление или не удаление лимфоузлов уже не имеет, или вообще не имеет значения, или имеет малое значение. Вот поэтому вот такие направления, как вот изнажил Валерий Митальевич Родионов, он давно работал в этой области. Оно вполне оправдано, и в этом направлении ведет все онкология. Скажем, если мы оцениваем выводы конференции Сангалин и вот последние, в общем, они даже и не рассматривают как бы другие варианты регионального лечения. Больше того, даже при наличии двух макрометастазов в лимфоузлах не выполняется диссекция полная. Нет необходимости, поскольку лучевая терапия и химиотерапия полностью нивелирует этот признак. То есть такое вот сберегательное отношение, оно всячески поощряется. И вообще заявление, как бы и предыдущее, и этого Сангалина стремится максимально к сберегательному, нетравматичному лечению. Даже если показана мастектомия по холсту, по пейте, допустим, мастектомия стремится с помощью неодиуантного системного лечения перевести в органно-сохраняющую хирургию и выполнить ее, соблюдая вот эти принципы. Но это требует обязательного, качественного выполнения, в том числе и биопсии, сигнальных лимфоузлов, точной оценки, патоморфологии, края хирургической и так дальше. То есть это основное нетравматичное лечение. В то же время я понимаю и всегда с большим вниманием смотрю вот эти работы в Казани Артур Халилович, профессор из могилов Артур Халилович. Конечно, это очень серьезная работа. Но когда было выполнено, в нашем институте мы выполнили исследование в свое время, еще Семен Абрамович Холдин был, операция органа Холдина. 700 тысяч человек подверглись расширенным мастектомиям, 700 операций Холдстедом. Потом был метаанализ, включая ведь Веронезий, поклонник организационной хирургии, тоже выполнял расширенные операции. Там выполнено несколько тысяч таких операций. Когда суммировали результаты примерно 12 тысяч пациентов, подвергавшихся расширенным астактовине, подвергавшихся, не было получено никаких отличий выживаемости. Ни безрецидивно, ни общим. Почему? Тогда весь мир отказался от этих операций. Потом чаще всего рецидивы исходили не только из парасторнальных лимфоузлов, и даже не столько, сколько из межреберных мышц, которые вот в этой зоне находились. Хотя периодически, допустим, финский исследователь возвращается вот к этой процедуре поиска парасторнальных лимфоузлов, как показатели степени распространения заболевания, и вот как показано в докладе, что как бы якобы улучшает выживаемость. Я в этом сомневаюсь, что удаление лимфоузлов парасторнальных улучшает выживаемость, если проведена адекватная лучевая терапия, которая вот обговаривалась, и химиотерапия. Ну, по-видимому, есть. Если бы это было так, то на 12 тысяч пациентов Оксфордский метаанализ обнаружил бы эти отличия, но их нет. широкое удаление, полное удаление всей цепочки и вообще не удаление никак не сказывается, но, видимо, такие исследования отдельно будут проводиться и дальше. Но в целом, мне кажется, что есть так вот возможность и необходимость все-таки придерживаться тех рекомендаций, которые исходят из Сангалена. Почему? Раньше Сангален касался только Европы. Сейчас там преобладает Северная Америка, Европа, Европейская Америка и все другие, в том числе Япония. Причем там представлены в том числе не только химиотерапевты, а лучшие представители хирургии, которые проводят постоянно рандомизированные многотысячные исследования значения, допустим, биопсии сигнальных лимфозлов, значения поражения парасторнальных лимфоузлов и так дальше. Это Моника Морова из Слан-Кейтеринг-центра, это Рудгерс главный мамолог из Голландии, из Европы. Ну вот я там сижу, все радиологи и все в общем-то пришли из единственного вывода, основанного на мета-анализе крупнейших рандомизированных испытаний, что следует развивать в условиях совершенствования лучевой терапии, в условиях перехода на крупнофракционную лучевую терапию, интероперационную лучевую терапию, в условиях более современной системной терапии, таргетной, химио-гормонотерапии, хирургическом направлении следует идти к сберегательному направлению. И это направление, конечно, оно обоснованно, оно соответствует интересам и пациента, и интересам на этом мы нашу сессию завершаем и сейчас начнется уже сессия, касающаяся таргетного лечения. Спасибо за внимание. Спасибо.